А, да, дальше здесь, я думаю. В принципе, неплохо, да. Ну и последний «Газпромбанк». Путин государственный. А, кстати, он, по-моему, чуть не там. Масштаб интересов. Качает, да? Качает. Качает ваши деньги. Ну, по сути, в масштабах страну интересы каждого. Очень большие. Вот, ну, поскольку «Альфа-Банк» у нас по результатам ОБК «Голосование» занял первое место, мы решили, собственно, и посмотреть, собственно, насколько его обещание соответствует подтверждению. И дальше мы выставили целое путешествие. Здесь как раз проанализировали, собственно, на этапе обещания и на этапе подтверждения, насколько это все синхронизировано. Я начну, буквально кратенько пробегусь. Стратегия, соответственно, много чего говорят, да, помогать клиентам, делать больше, чтобы вам было проще, удобнее. Есть корпоративный кодекс. Надо понятнее быть для клиентов удобнее. В общем, быть честным и партнерским. С точки зрения самого логотипа, и, возможно, это наша гипотеза, да, на этапе создания бренда, все-таки это был бренд, который, ну, во-первых, само название «Альфа», да, такой самец. Это лидерство, это, скорее всего, какое-то первенство. Это, опять же, красный цвет, очень яркий, пульсирующий, да, это не совсем там история простоты. Это, по-моему, вообще красного цвета. Нет, нет, красный. Да, не красный, там, бортонг. Бортонг. Красный кардинал. Ну, собственно, выделяться и там прокачивать на максимум. В принципе, это такая архетип бренда героев, да, по сути. Вот, может быть, разбойника еще. Соответственно, возможно, как раз на раннем этапе это был там очень, как говорили, бизнес предпринимателем, молодым предпринимателем, собственно, и это, возможно, оправдывает количество фотографий девушек на сайтах и буклетах очень таких зазывающих. По поводу идентификации, я не буду отдаваться в детали, но, собственно, тоже проанализировали, ну, скажем так, есть проблемы с точки зрения чего. Вот. Интересный еще момент коммуникации, да, мы вроде бы выявили, что говорим про простоту, но если смотреть рекламные коммуникации, то здесь вот это все, по сути, мы говорим про выгоду. Альфа-банк говорить про выгоду, на самом деле, может быть, и не стоило на этом делать аксад, потому что это не самый дешевый банк. Были вот такие истории, да, то есть молодежная какая-то история, там, в плотиевентов и в коммуникациях, я не знаю, это был какой-то промежуточный вариант, но, тем не менее, крутой, крутой банк, альфа-сть, вот она здесь видео проявилась. Ну и, собственно, да, нашли какие-то рекламные материалы на тему простоты и удобства. Кстати, это, я считаю, самая подходящая была реклама именно с точки зрения простоты и удобства, которая была в Альфа-банке. Там как-то не все просто. Хотя сейчас вот тенденция была к новому сайте, хотят упростить. И еще какие-то дополнительные сообщения, то есть здесь главная мысль в том, что нет одного четкого, понятного, сфокусированного сообщения. А теперь самое интересное. Смотрите, когда мы смотрим на все это огромное количество коммуникаций, которые есть, и потом просто мы берем и, знаете, вот есть такой фильм «Аватар», когда можно взять и переместиться вот в этого аватара и пожить вот на этой планете. И вот, по сути, то, что мы сделали, вот у нас вот три аватара, мы идем смеемся, мы решили стать аватарами, клиентами Альфа-банка. И мы провели маленькое исследование с точки зрения Customer Journey. Мы находились в районе Курской, пошли в одно отделение, мы увидели кейс такой. Мы юридическое лицо, которое хотят открыть, это про то, что Альфа для бизнеса, да, хотят открыть расчетный счет и уйти из Бребанка. Ну, вот такой простой кейс, такой простой сценарий. Это то, чем я занимаюсь с утра до вечера, вот такие сценарии прокручиваю. И ребят вовлекло, вот они в восторге. Мы идем, и мы видим, что там есть обслуживание юридических лиц. Проходим мимо одного отделения, вот, не видно, да, абсолютно. То есть, вы видите, я иду мимо, и мы идентифицируем это отделение банка, как банк, который обслуживает бизнес. Ну, мы идем дальше, тут рядом, слава богу, есть еще одно отделение, оно уникальное, Альфа-банк, родители будущих банков. То есть, брендинг просто, причем это буквально, но то, что читается, читается реально, как одно Альфа-банк. Да, это... Альфа-банк для детей будущих мам. Заходим. Здесь начинается очень смешная история. Я хочу взять талончик, и девушка мне говорит, вы знаете, не берите талончик, вам ждать целый час перед вами три человека. А сидеть негде, и она говорит, у нас все тесно, и в принципе, вам не стоит нас ждать. Я говорю, мне вот надо счет открыть, все то. Она говорит, ну а что вы хотите? Я говорю, ну дайте хотя бы документы. Вот стою, жду, пока мне распечатывают документы. Они такие, ну ладно, дадим вам документы. При этом, при всем, они нам говорят, вы пройдите, посмотрите, там есть такой тачскрин-экран, и я думала, что может быть, да, там клавиатура такая, и я думаю, может быть, я могу с этого тачскрина отправить себе на почту список документов, которые нужны для открытия счета. Ну то есть, Альфа-банк, стоит этот тачскрин, вот эта вот вся клавиатура, какие-то буклеты я пыталась найти, где прям как инструкция, что нужно, чтобы открыть счет там в Альфа-банке. Ну то есть, вот такие темы. Ладно, следующая тема, они нам говорят, говорят, вы все-таки вернитесь в тот офис, там есть девушка, которая принимает юридические лица. Я говорю, а как нам узнать точно, есть она или нет? Они говорят, ну дойдите и посмотрите. То есть, в этот момент, мы, значит, идем обратно, и все-таки возвращаемся. И в этом офисе не работает электронная очередь, нам говорят, зайдите туда под лестницу, там живая очередь, мы туда проходим, а там вот такая живая очередь. Вот, мы там садимся, и при этом мы начинаем просто сходить с ума от того количества вот этих рекламных роликов, которые абсолютно не в брендинге Альфа-банка. Это какие-то мультяшные женщины, которые держатся за шею и говорят, вся семья держится на мне. Причем она стоит вот в такой позе. Ну, это вообще какой-то трэш. Следующая тема очень интересная. Это про то, что мы пытались тоже что-то сделать в этом тачскрине, ничего не получилось, там где-то ошибка, видите, не работает. Да, то есть, как бы, вот такой у нас опыт. При этом мы хотим войти на сайт, но нам предлагают тут же какой-то оценить Альфа-банк. Да, то есть, тут такая очень интересная тема. Ну и вот это было самое смешное. Стоял айпад, на котором абсолютно не было понятно, для чего он используется. Нам девушка давала формы по поводу банковских продуктов. Альфа-банк. Названия тарифов для бизнеса такие. Электронный, торговый, быстрый и базовый. И как это относится к Альфа-банку? Ну, то есть, вы представляете, она нам распечатывает одну таблицу, говорит, ой, это старые тарифы, я вам сейчас новую распечатаю. Ну и в завершении мы говорим, хорошо, дайте нам список документов, которые нужны для открытия счета. Она распечатывает огромный список и говорит, «Вам тут все не надо, тут от вас только три пункта, я вам сейчас отмечу, а все остальное банк сделает сам». В общем, в результате мы потратили на этот опыт порядка полутора часов, потому что пока ходили туда-сюда. И вот это тоже самое интересное, что мальчикам понравилось, девушкам в красном пальто, они посчитали, что это брендинг. Тоже, смотрите, очень смешная в середине реклама, я не знаю тут агентство, кто это делал, какая карта вам подходит. У меня реально ощущение, что чем больше кредитных карт, тем меньше денег у меня на то, чтобы вообще что-то было в гардеробе. Ну то есть, да, если у вас будет много кредитных карт, у вас ничего не останется в гардеробе. Ну вот мы завершаем буквально одну минуту. Расскажу, как мы сейчас там с ребятами общаемся. Вот есть некое обещание бренда, есть коммуникация. Они абсолютно все разноплановые. То есть, с точки зрения покупателя, они ничего мне не дают. Я уже не говорю там про атмосферу, но тем не менее, если говорить про атмосферу, то, что мы видим, как должно быть отражение вот этого подтверждения бренда, лидера, Альфа-банка. Это простая навигация, светлое пространство. Причем мы считаем, что это должны быть зоны, где человек может находиться в зависимости от того, какое время там, короткое время, длинное или совсем долгое. Это должна быть звукоизоляция, потому что эти ролики бесконечные, какие-то люди со своими проблемами. Нет шума. Минималистичный интерьер, возможно, даже дзен, и какой-то легкий фудкорт. Потому что, в принципе, если я юридическое лицо и прихожу открыть счет, я там как минимум час провожу. Ну вот, чтобы тоже было понимание. Если, ну вот, примерно мы видим это так. Если мы говорим про продукты, то это инфографика, это чек-листы, это название, которое действительно соответствует бренду. Это четкое позиционирование относительно конкурентов. И ассистанс очень простой и понятный. То есть я считаю, что все-таки Альфа – это первая буква в алфавите, и все должно быть просто как АБВГД. Ну вот, если мы говорим про русское что-то, это должно быть понятно даже ребенку. Ну, соответственно, интерфейсы какие могут быть, да. То есть мы здесь тоже такое, как бы… Мы провели мини такой дизайн, потом финкинг включили, и подумали, а как бы мы могли выглядеть, если бы мы действительно были Альфа-банком. Это все инфографика, вот. Еще очень важная вещь – это про персонал. Мы абсолютно не увидели амбассадоринга никакого, хотя я считаю, что вот это то, во что надо вовлекать людей, и то, что действительно мы должны быть прямо вот на уровне того, что как мы рады вас видеть. Потому что девушка была очень грустная, и она нам все время говорила, может, вы завтра придете, вот завтра Николай будет работать. В общем, он, типа, вам больше подскажет. То есть, ну, вообще такие курьезы. И очень важно, такая тема для меня, ну, то, чем мы еще занимаемся в Experience Lab, мы выстраиваем такое эмпатичное обучение для продавцов и вообще для персонала. Если мы говорим про культуру объятий, то это точно то, что стоит добавить и в банки тоже, да. То есть, мы говорим про некую эмпатию. Это все на самом деле сейчас очень простые технологии, поэтому приглашаю вас вот поэкспериментировать. Все, мы завершим. Держи. В общем, вот такие вещи я предлагаю делать, и у меня огромная просьба к брендинговым агентствам, на ребят как-то я уже могу воздействовать. Не сдавайтесь и предлагайте клиенту все-таки идти дальше, идти в Experience Design. Не только в бренд-дизайн, да, а в Experience Design. И я считаю, что это будет давать вот такие яркие, вкусные бренды, яркие, вкусные результаты. Мне нечего. А назовите, вот вы сейчас опрашивали тех, кто сидит в зале, назовите банк, где у вас не было претензий к персоналу. У меня нет претензий к персоналу вообще в принципе. Нет, вот сейчас мы сказали, что есть сбои с персоналом. Я говорю про... Есть банк, у которого нет сбои. Я могу добавить. Мы параллельно тестировали три банка. Сбербанк, открытие и точку. Точка. Сколько человек работает в точке? Какой масштаб бизнеса? Какой масштаб бизнеса? Для меня это клиенты... Просто мы с этим сталкиваемся, работаем... Можно я отвечу? Я просто 12-й год занимался такими тестами со скрытыми камерами. У меня ни разу не было ситуации, чтобы было все хорошо. То есть каждый месяц по два раза по три посещения офисов всегда были косяки. Понятно, что они всегда будут. Тут надо думать, как их уменьшить на уровне бизнес-процесса. Чтобы как бы это сделать, нужно ходить, смотреть, наблюдать, получать опыт и как-то с этим дальше работать. Если не смотреть, ну, наверное, минимизировать не получится. Давайте вспомним, что есть интернал брендинг. С этой точки зрения я считаю, что ни одно уважающееся брендинговое агентство не может сдавать проект без того, чтобы с клиентом проработать в том числе интернал брендинг. И когда мы говорим про вовлечение, и про культуру, и про HR брендинг, и про все это, просто сами расширяйтесь. Я вообще считаю, что клиенты нам доверяют. Ну, вот у меня есть такое ощущение. И когда мы к ним приходим и показываем карту, мы вам там сделаем идентику, или мы вам сделаем имидж, нужно всегда говорить, давайте еще обсудим, как мы это будем интегрировать. И поэтому я считаю, что это для нас, для всех огромная зона роста. Не только для наших клиентов, а вообще для нас. Вот. Есть инструменты. Рассказываю. В розничной сети МТС 15 тысяч человек. Достаточно большой масштаб бизнеса? Нормальный, да? Вот я работала директором региона Урала, у меня было 3 тысячи точек, чтобы вы понимали. Тоже достаточно большой объем бизнеса. И если хотите, я потом могу поделиться, как мы вовлекали людей, и как мы создавали эту культуру. И на самом деле здесь одно слово такое, оно банальное есть. Лидерство. Лидерство – это то будущее, которое мы создаем вместе с нашим персоналом. Я считаю, что если мы говорим про вовлечение, то кроме того, как я живу так и этим горю, и я вокруг себя всех вовлекаю, ну, других вариантов никто еще не придумал, ребят. Поэтому есть технологии, есть еще что-то, но брендинг – это в том числе создание видения будущего, а не только логотип, и не только идентика, и не только имидж. Отлично. Все, завершаем. Да, ну, в общем, если что, обращайтесь, вот Smart Heart, мы сидим вместе с ними, готовы там на кухне обсуждать, придумывать, в общем, все классно. Спасибо. Готовим, да, очень вкусно. Спасибо большое. Коллеги, я еще потом на себя немножко вопрос перегручу, потому что я буду примерно о том же говорить. А мне, конечно, давай, хотя хотелось… Хватит, хватит сказать, она говорит мой текст, она говорит мой текст. Хорошо. Смотрите, у нас дальше, знаете, под повестки дня, вот, нам пришлось побить логически, потому что ребята убегали, у нас тема про экспириенс была в конце, и мы ее немножко побили. То есть, к экспириенсу нам еще нужно будет вернуться после того, как мы выслушаем тяжеловесов брендинга. Да, это Николай Владпохин. Спасибо. На самом деле, мне было очень приятно, что такой фон здесь возник сейчас, выступление ребят, потому что я сразу только сказал, что я не знаю. Я хотел спорить, и одна мысль, которую вдогонку хочу донести, в основном в Валентине, да, что на самом деле вот эти ножницы, да, между реальными бизнес-процессами и вот этой вовлечением потребителей, созданием гражданной атмосферы, и вот этот, так сказать, тач-то-тач, да, конечно, на нее есть и никуда от этого не деться, и зачастую их до конца не преодолеть, потому что если есть скрипты жесткие, если есть, так сказать, вот эта вся технологическая, в том числе и бэк-офис, да, то ты, как бы ты не хотел, так сказать, создать эти отношения, ты просто не сможешь, потому что у тебя есть ограничения, да, есть KPI, даже в корпоративном секторе, ты должен там столько-то времени потратить на этого корпоративного клиента, плюс ко всему там, ну, сейчас я об этом, кстати, расскажу, и спасибо, что я, да, такой фон сделал. Так, а есть листалка, да? Так, куда листать? Да, коллеги, значит, я расскажу про кейс, у меня будет меньше картинок, чем у всех коллег, наверное, предыдущих, но я думаю, что мы, тем не менее, значит, исчерпывающую информацию вы получите, потому что у меня тема, это «Branding info». Вот, мы где-то год поработали на этом рынке, нам было очень интересно, я хочу поделиться тем, что мы, значит, узнали и почувствовали. И для начала я хотел бы сказать, что, конечно, чтобы «Brand» стал сильным, он должен как минимум преодолеть те барьеры и вызовы, которые ставит рынок, и ответить на сайт своей аудитории. Вот, все, что потом, так сказать, появляется с точки зрения, ну, как бы, «Brand-решения», это, конечно, дальше. Здесь мы хотим сказать, что если мы спустимся на рынок микрофинансовых организаций, то будет очень интересно посмотреть, прежде чем там что-то делать, прежде чем там заниматься коммуникацией, и думать, а что делать с брендом, да, как его изменить. Лучше посмотреть на просто ту ситуацию, те барьеры и вызовы, которые этот рынок, эта категория сейчас накладывает на, так сказать, на всех, да? Вот. Я не хочу говорить о таких важных барьерах, которые все чувствуют, это законодательные барьеры, да, и так далее. Я хотел бы коснуться только барьеров, которые, значит, имеют непосредственно отношение к бренду, и, конечно же, вот такие, казалось бы, да, так сказать, очень специфическое потребительское отношение, да, к услуге. Буквально много продуктов, которые предлагают на этом рынке, да, очень сильно негативный фон, все усиливающийся, да, по восприятию категории. И так, и много проблем с кадрами, все это накладывает отпечаток на тех, кто работает с коммуникацией брендов, и брендами, и маркетинг, и так далее. Мы это очень хорошо почувствовали, и, в общем-то, учли эти барьеры, эти вызовы. Что касается вызовов, то, безусловно, любая категория, с которой вы не работали, мы не работали, она задает брендам определенные вызовы. И, в принципе, эти же вызовы являются, если на них правильно ответить, они являются драйверами. Вот, то есть, наша задача как бы сделать из вызова драйверы. И здесь можно сказать, что это, конечно, и не развитая скоммуникация рынка в целом, я об этом скажу два слова. Это разнородная аудитория с разными сайтовыми потребностями, и мы неожиданно столкнулись с тем, что, так же, как и на банковском секторе, здесь, несмотря на то, что очень, казалось бы, детерминированный продукт, значит, микрозаймы, вроде, так сказать, вот, нуждающиеся, они все одинаковые, да, которым срочно нужны вот эти маленькие деньги под бешеный транспорт, да, на самом деле там дифференциация очень сильная. Плюс ко всему сейчас предлагается инвестиционная займа, и вы понимаете, совершенно хорошая история. Реально, компаниям очень сложно работать по направлению программ лояльности, мы понимаем почему. Просто, ну, во-первых, этот рынок еще не развит, во-вторых, технологические ограничения очень сильные, так это будет сделать по программам лояльности, когда мы беседовали с директором по IT, он говорит, ребята, а у меня бэк-офис, а мне, чтобы запустить хотя бы минимальный программ лояльности, нужно бить бэк-офис, переколбасить. Затраты, премии и так далее. Плюс, конечно, вот то, о чем я стал говорить, да, необходимость внедрения технологических процессов, и, то есть, все это, на самом деле, влияет на, конкретно, на покупку, да, на процесс покупки впечатлений от бренда. Конечно же, если мы занимаемся коммуникациями, мы обязаны в это дело погрузиться и попытаться, значит, на это отреагировать. Ну, и пару слов о картине. Понимаете, мы провели достаточно много времени, сейчас там об этом частично скажу. Ну, конечно, я не могу вам здесь показать то, что мы видели все, но просто несколько слайдов по картине рынка, да, чтобы мы поняли просто, что это за рынок. У меня нет ни в коем случае никакого желания, значит, заниматься критикой, тем более, скажем, все представители ЛИФО здесь сидят. Но хотелось бы отметить одно, что существует, неразвитая категория просто потому, что она возникла недавно, хотя динамично развивается, соответственно, с точки зрения коммуникации она в коротких штанишках. И там все, так сказать, сообщения, все, как бы, посылы, инструментарии маркетингового, они пока еще, так сказать, во-первых, повторяют друг друга, во-вторых, они, как бы, такие вот достаточно, пока, зачастую, может быть, не очень честные по отношению к потребителю, да, займ по 0%, найти ни одна компания, ни один бизнес не даст по 0%. А можно ждать на день, но это будет день. Значит, соответственно, бесплатного займа быть не может, так же, как и не бывает бесплатного сыра, значит, в башеводке. Коммуникация категорийная. Очень интересно, что, когда мы, там, год назад в это погрузились, мы помним, что все говорят об одном и том же. Все говорят о том, что у них есть параметры продукта, эти параметры там три, сумма, время оформления и то, что это без документов. То есть, мы все, и из этой категорийности, как бы, вот, наше понимание, что категория постепенно выходит, да, но ситуация, когда потребитель не может отличить ясно, да, один бренд от другого, потому что предложение одинаковое, он говорит, да, вот это зеленый бренд, это красный, ну, и разницы не понимаем, да. Когда они все красные, то разницы вообще нет. Причем, я говорю не о визуальной коммуникации, здесь надо понимать, это понимание рынка внутри, понимание людей, которые занимаются коммуникациями, понимание их, как бы, инструментов. Соответственно, ну, вот такая есть вещь. Я там выделил это как, вот, определенную там категорию, да, как такое, финансовый шоурман. Финансовый шоурман, но опять же без критики, коллеги. Соответственно. Ведь работы не надо. Вот, кстати говоря, я об этом, если у нее удастся все-таки, то, если, если, да, я все-таки скажу, да, не факт, что это работает. У меня картины будет мало. Вот. И мы, конечно, изучали, я сейчас покажу, то есть мы изучали потребителя достаточно плотно, аудировали офисы, но потребитель был очень интересен, поскольку, ну, реально, специфика в том, что спонтанная, спонтанная покупка, такая очень странная лояльность или ее отсутствие, да, то есть люди, которые сидели при нас, совершали покупки в разных городах, мы поездили по разным городам, на вопрос, а почему вы давно, так сказать, ходите, обслуживаете? Он говорит, да, в принципе, уже там второй год. А почему вы пришли? Я не знаю, просто дома. С дома рядом. Или там к девочке зашел, девочке понравилось. Пока работа, я киндрежу. То есть абсолютно сконтанность такая нерегулированная. Но самое интересное, что, так сказать, ядро этих заемщиков, вот на этом рынке описывается, как там, наверное, в принципе, 26-30, как-то ни странно, да, хотя там люди возрастные, очень много, да, пенсионеров. Но когда мы посмотрим на перспективы заемщиков, и мы увидим, что это пенсионеры, которые являются самыми добросовестными заемщиками, поэтому очень интересные для этого сегменты. Студенты, которые самые динамичные, которые стоят на деньги, потому что их рассаживают, а родители...